доброго дня меня зовут белял сергей это 5 5 видео по консультациям по пенсионном обеспечении республики астана в этом виде расскажу как мы считаем доход доход как вы знаете берется за 36 месяцев подряд любые 36 месяцев подряд начиная с 1995 года по месяц предшествующий выхода на пенсию обратите внимание в данном случае татьяна сергеевна и выходить 27 июля 21 года так вот июль месяц когда человек достигает пенсионного возраста не принимается в виде дохода почему потому что когда бы человек не родился 1 числа или 31 числа этот месяц не может войти в расчет пенсии потому что начисление по него будет производиться в следующем месяце после достижения пенсионного возраста стоять в данном ее случае она родилась 27 июля значит за июль ей начислить в августе а это уже за пенсионным возрастом от этого очень важно запомните когда вы считаете свой доход месяц достижения вами пенсионного возраста в доход приниматься не будут и последующие месяца после того как вы достигнете мужчины 63 года женщины в этом году 60 лет эти месяца для расчета солидарная для расчета солидарной пенсии доход засчитаны не будут итак откуда мы берем доход мы открываем выписка пенсионных отчислений да и смотрим где самые были высокие доходы данном случае мы взяли посмотрели самые доходные пенсионные отчисления были именно вот конечном периоде но так как у нее вот мы взяли например с июня 21 года так как это месяц который еще может войти в ее доход и посмотрели его 36 месяцев назад это с июля 18 года с июля 18 года по июнь 21 года у нее первая работа есть 2 работа сложили ее пенсионные члены которые были выписки да вот вы знаете вот здесь от выписки у нас вот есть такая колонка где сумма пенсионных отчлений а что такое пенсионные члены это 10 процентов от вашего дохода соответственно вот например в июне первая работа перечисла 766 6667 тенге 55 и значит доход ее был 76 тысяч шестьсот семьдесят пять тенге 50 тын так на числа и организации 10 процентов перечисли пенсионный взнос этот доход соответствии с этим мы сложили и получили что первая работа перечислил 231 156 тысяч 231 156 тенге 17 и значит доход в этой организации у ней был 2 миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят одна тенге 70 тын это подтвержденный доход почему но если организация то перечисляла то в этом случае она может это подтвердить по справке вторая организация в которой она работала тоже перечисляла деньги и перечислила в сумме 155 тысяч тенге значит ее доход был подтвержденный один миллион пятьсот пятьдесят тысяч тенге в сумме эти пенсионные отчисления составили триста восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят шесть тенге 17 и значит подтвержденный доход 3 миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят одна тенге 70 были ли там отчисления не было были пропущены это не имеет значения делим на 36 месяцев и получается что среднемесячный ее доход сто семь тысяч двести шестьдесят пять тенге но в 2021 году максимальный доход принимаем для расчета солидарной пенсии 46 мрп а у нас мрп в двадцать первом году 2017 значит максимальный доход за один месяц может быть принят только 134 182 тенге умножаем на 36 месяцев значит доход максимально принимаемый для расчета солидарной пенсии может составить четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч пятьсот пятьдесят две тенге все это потолок выше которого прыгнуть нельзя просто нельзя и мы видим что ей не хватает девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто тенге дохода но раз не хватает значит будет принято только сто семь тысяч вот мы в расчете пенсии видим что у ней принят доход только сто семь тысяч деньги а поэтому пенсии сорок три тысячи если мы видим такую ситуацию что мы можем и предложить мы принимаем все то что у ней есть эти с этих организаций она должна принести справки от дохода как подтверждение что эти деньги ей не по ошибке перечислены то что она на самом деле в этой организации работала ведь справка должна заверяться директором и бухгалтером этой организации понятно да кроме того еще одно требование так как она совмещала две работы значит по этой по первой работе у ней должна быть запись трудовой книжки а по второй работе у ней должен быть трудовой договор в котором должна стоять отметка о том что человек закончил то есть не просто подписали бумажку и то вот там раздает сейчас можно пойти к любой секретарше дать коробку конфет напечатать договор поставить печати что человек намеревается работать в этой организации а работал он или не работал кто же об этом знает и очень важно чтобы когда человек будет подтверждать справку этой работы должен быть трудовой договор с отметка в окончании его исполнения что да действительно женщина работала в сентября девятнадцатого года и окончила свою деятельность в декабре двадцатого года стоит печать отдел кадров все договор закончен то есть действие по договору прекращено расчет произведен полностью все налоги отчисления перечислены в государственный бюджет все вот эта отметка должна быть по первой работе запись трудовой книжки по второй работе копии трудового с отметкой об окончании его действия это обязательно но в любом случае не хватает денег даже если мы мы теперь предлагаем так как у нас сейчас май а в мае месяце перечисляют за какой период за апрель но скорее всего 31 мая уже перечень не будет значит мы можем сказать что за май а если она покажет доход 4 470 тысяч и печь и будут перечислить пенсионное начисление 47000 деньги то они доход повысится как это не сделаю или откроет и п или попросит вторую организацию снова принятие на работу или в первой организации попросит совмещение работы и будут начислены больше это не имеет значения самое главное мы рекомендуем необходимый дополнительный доход если два месяца еще по четыреста семьдесят тысяч у нее будет доход в первую организацию второй организации или через и п тогда у нее среднемесячный доход будет 130 133 тысячи 376 деньги 70 ты не хватает что мы можем сделать мы сопоставляем ее фактический доход с тем доходом который максимально допустимы то есть и не хватает 228 тысяч девятьсот девяносто деньги сколько это пенсионных отчлений 2899 деньги что мы можем предложить 2800 это примерно 3000 по полторы тысячи добавить мы можем предложить не 47 тысяч а 48 тысяч пятьсот первый месяц 48 тысяч пятьсот второй месяц и в этом случае тогда она достигнет максимальный доход у нее даже будет запас превышающий максимальный доход на 1000 деньги почему важно превышать доход вот двадцать первом году превышение не обязательно почему ну потому что мы знаем что мрп скорее всего в мае месяце глядя из мая месяца на это его не повысит предположим до июля двадцать первого года но если мы предполагаем что это будет расчет двадцать втором году или двадцать третьем году или двадцать четвертом году то я всегда советую людям ориентироваться в начале каждого года если мрп будет повышена потому что у нас такие финансовые эксперты руководят нашей страной что чудеса случается если мрп повысит два раза в году как например было в двадцатом году то все это придется корректировать мрп надо будет пересчитать больше а значит доход надо показать еще больше но об этом мы поговорим в следующем шестом видео а я прошу вас подпишитесь на мой канал поставьте лайки или дизлайки напишите рекомендации комментарии порекомендуйте это видео для тех кто готовится культом на пенсии я считаю что каждый гражданин республика астана достоин получить компенсацию за свой потерянный доход связи с движением пенсионного возраста максимально большем размере с вами был белял сергей